Еще с самого детства мы верим в огромное число мифов о нашем теле. И большая часть из них связана с желудком и процессами пищеварения. Что вы знаете об этом? О чувстве насыщения, голода или вздутии? Нас окружает множество ложных или только наполовину правдивых убеждений. Например, действительно ли аппетит снизится, если уменьшить объем желудка, потребляя какое-то время меньше объем пищи? А может вы верите, что его размер заложен природой? В этом видео мы разберем самые интересные и необычные мифы, после которых вы усомнитесь во всем. А ответ на самый трепетный вопрос вы узнаете в конце видео. Но прежде чем приступить, напишите в комментарии, что вы знаете о своем желудке, а в какой информации вы не до конца уверены. Итак, к сути. Мы расположили их в порядке возрастания веры людей, потому наиболее интересные припасено напоследок. Первое. Пищеварительные процессы проходят исключительно в желудке? Это миф, поскольку в большей степени пища переваривается в тонком кишечнике. Желудок отвечает за прием пищи, ее перемешивание и измельчение до однородной кашицы. Так он облегчает работу своего коллеги. И заодно развеем другой миф – на самом деле еда перерабатывается не в той последовательности, в которой она была съедена, а одновременно, после смешивания. Второе. Правда ли, что объем желудка заложен природой? У худых он маленький, а у полных большой. Это миф. Трудно поверить, но его размер никак не связан ни с вашим весом, ни с желанием контролировать его. Худой от природы человек может иметь ровно такой же или больше по объему желудок, как у полного. И наоборот. Вес и этот показатель не имеют ничего общего. Интересный факт. Даже после операций по уменьшению желудка, люди могут набрать вес. Третье. Упражнения на пресс или приседания могут уменьшить его? И снова миф. Ни одно упражнение не может оказать такого воздействия на наш организм. Они не могут изменить размеры внутренних органов, но крайне эффективно помогают в вопросах снижения жирового слоя. Или, к примеру, укрепление брюшных мышц и частей тела расположенных под диафрагмой. К тому же простое уменьшение желудка не поможет избавиться от проблемы с лишним весом, как мы выяснили из предыдущего пункта. Нужно проводить комплексные мероприятия для достижения поставленной цели. Также нельзя забывать, что основную опасность несет не тот жир, который видно, а внутренний слой, так называемый сальник. Он оборачивает внутренние органы, нарушая их правильную и плодотворную работу. Потому физические упражнения действительно полезны. Правда, не по той причине, которую транслирует этот миф. Четвертое. Пища, в состав которой входит нерастворимая водя клетчатка, не вызывает газообразования и вздутия. Это правда. Вы удивитесь, но более мягкая клетчатка, которая содержится в отрубях бобовых, горохи или цитрусовых, является причиной сильного вздутия или газообразования. Ее нерастворимый аналог при этом реже вызывает эти проблемы. Он содержится в пшеничных хлопьях, цельнозерновом хлебе, капусте, свекле, моркови. Но почему именно так? Просто газы – это продукт жизнедеятельности бактерий, которые перерабатывают растворимую клетчатку. А в случае с нерастворимой этого просто не происходит. Если вы страдаете от дискомфорта в желудке, стоит прислушаться к этой информации и сократить количество продуктов с растворимой клетчаткой в своем рационе. Пятое. Самый простой способ забыть об изжоге – скинуть килограмм или всего полкило. Опять же, это правда. Если объем кислоты, который попадает в пищевод, сократится, изжога будет мучить вас гораздо реже. Это доказано медиками и экспертами. Но разве избавление от половины килограмма сыграет какую-то роль? Да. И лучшим подтверждением будет беременность. Постепенно, с ростом зародыша, эта проблема начинает проявляться все чаще. Просто он начинает давить на органы матери все сильнее и сильнее. Говоря о лишнем весе, можно сделать вывод. Даже малейшее снижение лишнего веса и избавление от жира в районе живота поможет исправить ситуацию. Шестое. Правда ли, что прием пищи перед сном заставит вас поправиться быстрее, чем прием той же еды днем? А это очередная сказка. Дело в том, что циклы набора веса или похудения никак не связаны с 24-х часовым режимом. В основе второго, кстати, лежит принцип – если хочешь похудеть, нужно тратить больше калорий, чем потребляешь. О времени суток, когда можно есть, а когда нельзя, нет и речи. То есть это не имеет никакого значения. Но это касается вопроса о похудении. Конечно же, есть прямо перед сном не нужно. Тут мы говорим уже о качестве сна. Так вы заставите пищеварительный тракт работать на износ, так как во время сна его активность снижается, а это в свою очередь не даст вам как следует выспаться. 7. Перекус из крекера и арахисового масла на 200 калорий утолит голод лучше, чем просто крекер с такой же калорийностью. Это правда, поскольку жиры перерабатываются значительно медленнее, чем углеводы, таким образом они дольше остаются в желудке, не позволяя ему подать сигнал о потребности в новой порции. То есть даже небольшое содержание жиров позволит контролировать аппетит эффективнее, потому на утро и советуют кушать бутерброды со сливочным маслом. К тому же обычная печенюшка или хлеб, к примеру, которая содержит только простые углеводы, поднимет уровень инсулина и глюкозы в кровотоке, а впоследствии не менее стремительно снизит его, а значит вы не только не утолите голод, но еще и потеряете настроение. 8. Правда ли, что бобы – это источник газов? С этим суждением мы, пожалуй, встречались очень часто, но на самом деле это вымысел, но только наполовину. Сами бобы не являются основной причиной повышенного газообразования, но в их составе содержится определенный вид сахара, для переработки которого требуются определенные ферменты. Чем дольше работает такой фермент в кишечнике, тем больше объем газа вырабатывается. Для решения этой проблемы медики советуют принимать медикаменты, в состав которых входит семейтикон. Они помогут в борьбе с газами, делать это стоит после приема пищи. А теперь рассмотрим самый интересный миф, знание правды о котором поможет вам похудеть. Но прежде чем перейти к нему, поделитесь этим видео со своими знакомыми, чтобы и они узнали правду. 9. Если есть меньше, получится усмирить аппетит и похудеть? В основу этого мифа легло мнение, что при поедании меньшего объема пищи получится сократить объем желудка. Но для чего? Задача проста – забыть о чувстве голода и похудеть. На самом деле это миф. Опять же только отчасти. Во-первых, желудок взрослого человека не меняется, разве что после перенесенной операции, а как мы выяснили, это не поможет в похудении. Во-вторых, меньшее количество пищи поможет обнулить чувство голода. Оно будет слабее, потому наедаться вы станете быстрее. Но речь идет не о полном отказе от еды, а об осознанном потреблении. Достаточно не переедать, тщательно пережевывать пищу. Так мозг быстрее получит сигнал о насыщении. Кстати, этой простой технике придерживаются жители Японии. Теперь вы знаете, что из распространенных суждений является мифом, а что чистой монетой. Помните об этом, чтобы сохранить свое здоровье на долгие годы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok